Винты, заклёпки и крупноузловые детали. Вот так, прямо на глазах за считанные часы на северо-востоке столицы собирают будущий общественный транспорт. Например, чтобы установить кресло, мастерам нужны всего три часа. На полную сборку электробуса от корпуса до готовой машины нужны всего одни сутки. Ещё день необходим на подписание документов и приёмки специальной комиссии. И всё, можно на линию. Но перед этим обязательные испытания. Сначала тормозов. Затем самое зрелищное. 20 минут пролива под давлением в специальной камере с имитацией тропического дождя. Всё это нужно не только ради безопасности, но и комфорта пассажиров. Ему в последние годы здесь уделяют особое внимание. То, что нужно пассажиру во время поездки, всё имеется. То есть это комфортный климат, можно подзарядить телефон, удобные сиденья, приятный цвет. Цвет здесь динамичный. То есть в два часа переключается с холодного на тёплый. То есть даже вот такие мельчайшие моменты, они учтены. Ресурс просчитывался не просто для всей машины. Для каждого элемента с учётом огромного пассажиропотока. 15 лет. Работа вовсю кипит и в соседнем цехе, где собирают спутники любого общественного транспорта остановки. Ежедневно здесь выпускают по 8 таких модулей. Нержавейка, анодированный алюминий, чёрная сталь и стекло. Единый дизайн, удобство и комфорт. Мест, где можно дождаться транспорта, рассчитаны минимум на 10 лет. В прошлом году Сокольнический завод произвёл 900 остановок. В этом году планируют изготовить и установить уже 1300. Антивандальность подтверждается уже временем. Чаще всего заглушки на скамейках пропадали. Да, наверное, граждане в момент ожидания транспорта нечего было заняться. Но мы отработали с поставщиком, поменяли транспортив к самой заглушке. И теперь она встаёт так, что её никакого зазора нету и возможности её как-то вытащить нет. Обновление дорожной инфраструктуры Москвы в самом разгаре. В ближайшие пять лет в автопарках столицы планируют довести количество электротранспорта до двух третей от общего его числа. Дизельные автобусы сохранятся, поскольку есть дальние маршруты. Есть задачи, где необходимо использовать исключительно дизельные автобусы. Кроме того, у нас есть один автопарк, работающий на комплинированном природном газе. В настоящий момент там эксплуатируется 300 автобусов. На сегодняшний день Москва – крупнейший город в Европе с общественным электротранспортом. По дорогам столицы курсируют 1100 новых электробусов, которые обслуживают почти 90 маршрутов. Игорь Геенко, Александр Чекунов, Егор Майоров, Георгий Стадник. Вести.